В соответствии с постановлением президента о мерах по дальнейшему совершенствованию проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов, на основе принципа законодательства «Свободный от коррупции» поэтапно проводится антикоррупционная экспертиза почти всех действующих нормативно-правовых актов. Что было сделано в этом направлении в прошлом году и на что стоит делать упор в текущем, рассказали в ходе круглого стола в Ташкенте, организованного Министерством юстиции. В ходе круглого стола обсуждены разработанные Министерством юстиции проекты нормативно-правовых документов, направленных на устранение коррупциогенных факторов, выявленных в течение 2022 года, достижения проблемы и недостатки. Отмечалось, что за истекший период на предмет коррупции проверено 1860 законодательных актов, касающихся социальной защиты населения, финансов и банковского дела, предпринимательства, внешнеэкономической деятельности и тому, по результатам изучений в 243 документах, что составило 13%, были обнаружены коррупциогенные факторы. Антикоррупционная экспертиза служит мерой для предотвращения коррупции путем выявления коррупционных факторов в нормативно-правовых актах и их проектах. В соответствии с постановлением президента номер 5263 о мерах по дальнейшему совершенствованию проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов, определены задачи по этапному проведению антикоррупционной экспертизы всех действующих нормативно-правовых актов. По результатам экспертизы этих действующих нормативно-правовых актов разработаны три проекта актов законодательства. И главная цель сегодняшнего мероприятия является обсуждение этих проектов, а также определение дальнейших задач. Также в ходе круглого стола обсуждалась деятельность других министерств и ведомств по осуществлению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных документов. В частности, государственными органами и организациями была проведена антикоррупционная экспертиза 293 проектов, в которых они не выявили коррупциогенные факторы. Однако при экспертизе этих проектов Министерством юстиции было обнаружено 457 коррупциогенных факторов. В целях создания свободного от коррупции законодательства к 2026 году планируется провести проверку на предмет коррупциогенных рисков около 21 тысячи действующих нормативно-правовых актов.